Здравствуйте, меня зовут Яковенко Никита Александрович, я ведущий специалист по водной технике, представляю компанию Ленремонт. Сейчас я вам расскажу, почему насосные станции начинают плохо работать и что с этим делать. Начнем с наиболее распространенных случаев. Первое, что необходимо сделать, это проверить давление воздуха в гидробаке. То есть, соответственно, инструкция по эксплуатации, там все четко написано, показано. Для того, чтобы проверить давление в гидроаккумуляторе с торца станции, мы откручиваем золотник. И прибором, который называется манометр, мы замеряем давление воздуха в гидробаке. Давление должно быть 1,5 бара. В данном случае давление составляет 1,5 бара. Все нормально. Для того, чтобы накачать давление в гидробаке, необходимо воспользоваться обычным автомобильным насосом с манометром. То есть, непосредственно на манометре будут показаны данные, сколько давление воздуха составляет в гидробаке. Проверив давление воздуха в гидробаке и убедившись в том, что там все нормально, давление соответствует требованиям завода-изготовителя. Проблемой следующей может быть само реле давление. Как правило, чаще всего входит из строя контактная группа, которая размыкает и замыкает электричество, поступающее к двигателю. Я бы не рекомендовал вам разбирать реле давление самостоятельно, поскольку это может привести к поломке полной и к последующей замене полностью реле давления. Просто надо разбирать, разбирать, смотреть контакты. Они выгорают внутри, так не увидишь. Следующей немаловажной причиной может быть перепады напряжения в сети. Как правило, вечером все начинают пользоваться электричеством. То есть, включать лампочки, бытовые приборы, идет нагрузка на сеть. Из-за этих перепадов напряжения страдает двигатель. Он начинает нагреваться из-за того, что ему не хватает электричества и выходить из строя. Первым может выйти из строя конденсатор, пусковая система или же сама обмотка двигателя. В садоводствах, отдельных хозяйствах проблема с перепадами напряжения больше, чем в городских условиях. Почему? Потому что оно менее стабилизировано. Для того, чтобы не было выхода из строя двигателей, не было выхода из строя контактной группы, в частности электросистемы, я советую установить до насосной станции стабилизатор напряжения. Следующей проблемой, с которой чаще всего сталкиваемся, это выход из строя мембраны в гидробаке, в гидроаккумуляторе. Она бывает лопается. Она резиновая сама по себе. Она бывает лопается. Если она лопнет, то есть непосредственно вода выходит наружу и заполняет полностью весь гидробак. Как это проверить? Это понять очень просто. Для этого просто нам станцию можно взять в руки, чуть приподнять и понять. Станция будет очень тяжелая. То есть гидробак полностью заполнится водой. На явном примере очевидно, как выходит из строя мембраны. Это мембрана лопнула. При установке станции прошу обратить внимание на герметичность торцевых соединений. Прошу пользоваться тефлоновой лентой, исключительно пищевой. Есть их два вида. Это пищевая и газовая. Только пищевой лентой. Не жалейте ее на резьбовые соединения для непропускания воздуха. То есть для герметичности. Существует множество причин, по которой станция может выйти из строя. Которые устранить вы не сможете. Путем того, что разобрав технику, вы можете окончательно сломать. Тогда ремонт может быть существенно дороже. Вы можете позвонить по номеру, указанному на экране и спросить меня. Меня зовут Яковенко Никита Александрович. Отвечу на любой ваш вопрос. Помогу, подскажу, как быть в трудной ситуации. Если вам были полезны мои советы, ставьте лайк. Это видео посвящено насосным станциям. Но на канале Лен Ремонт есть множество других роликов, посвященных другой технике. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал. Думаю, вам будет очень интересно. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...